И в завершении выпуска готовимся к долгим выходным. Как провести их интересные с пользой, куда сходить и на что посмотреть. Мария Акимова подготовила культурный обзор. По традиции, главным местом празднования Нового года в Самаре станет площадь Куйбышева. Программа стартует в 22.30. Самарцев ждет немало сюрпризов. Световое шоу, большой концерт и шестиметровый Дед Мороз. Афервер запустят в час ночи. После второго числа можно отправляться в театры и музеи. Оперный на каникулах практически не отдыхает. Волшебная флейта, летучая мышь, бременские музыканты значатся в афише театра. Поклонников джаза приглашают в Самарскую филармонию. 5 января с концертом здесь выступит столичный коллектив «Джаз Форево Бэнд». Помимо композиции, которую уже сейчас можно назвать классикой, музыканты исполнят хиты Стинга, Стиви Уандера и Майкла Джексона. А для тех, кому в новогоднюю ночь волшебства не хватило, Московский театр Сергея Безрукова покажет сказочный спектакль «Аленький цветочек» 4, 5 и 6 января. У коллекционеров холодного оружия еще есть возможность увидеть уникальное собрание клинков и сабель в музее Алабина. Среди экспонатов вот такой европейский меч правосудия. Длина оружия больше метра. Впрочем, его размер подбирался индивидуально для каждого палача. А для тех, кто любит поломать голову над непростыми загадками, здесь будет работать выставка-квест «Городские легенды». Приключение начинается в каюте Рудольфа Дизеля, немецкого инженера. Отсюда он таинственным образом исчез, направляясь на корабле в Англию. Театр в музее такой необычный подарок подготовили для горожан в особняке Курлиной. 7, 8 и 9 января в полдень здесь покажут детский музыкальный спектакль «Софи и имбирное печенье». А для тех, кто уверен, что стул всему голова, будет работать выставка, посвященная этому предмету мебели. Занятия по душе найдут для себя и любителей активного отдыха. Ведь Самарская набережная превратилась в большой каток. Поэтому, направляясь в исторический центр, не забудьте захватить с собой коньки и размять косточки после целого года, проведенного за рабочим столом. Субтитры создавал DimaTorzok